Доброе утро, дорогие, как говорится, товарищи, друзья. Мы в эфире с небольшим перерывом. У нас опять рядом со мной сидит Феликс Альберт. И сегодня мы говорим про тему, про тему такую интересную. Мне сначала показалось заголовок темы не очень впечатляющим, что ли, как продать мечту при продаже новостройки. Но посмотрев презентацию Феликса, я, честно говоря, так впечатлился. Действительно, будет интересно. Напомню, что по регламенту у нас первый час мы говорим вообще о проблеме, о задачах, которые есть у риэлторов при тех или иных сделках, тех или иных операциях. И в том числе у нас сегодня будет в гостях, естественно, практик, естественно, человек, который регулярно сталкивается с продажей новостроек. Но об этом чуть позже, через 15 минут. Сейчас мы немножечко разомнемся с Феликсом. Ну, а я напомню, что предыдущая наша тема, которая была посвящена новостройкам, это еще две предыдущие темы, которые есть уже в подписке на нашем канале. Это первый урок, который у нас был, как показывать квартиру, которая еще не построена. То есть, собственно говоря, вот эта история с новостройками. И вторая тема, преимущественные недостатки вторички новостройки. Мы, правда, ее раскрыли не до конца, потому что там действительно много пластов. Но, тем не менее, если вам интересно ознакомиться и иметь в голове представление о том, если вы работаете с новостройками, а еще лучше, если вы работаете с тем и с другим сегментом, то в чем нюанс и к чему, как говорится, выбрать, к чему больше у вас лежит душа и на этом, наверное, специализироваться. А может быть, вы универсалы, тогда четко будете понимать, где и какие аспекты своего характера вы проявляете лучшим образом. Напомню, что предыдущий эфир, который у нас был, работа с возражениями. Здесь был у нас Виктор Фиши, мы так неплохо обсудили, было много вопросов и комментариев. А следующий эфир у нас тоже будет с Виктором про ценообразование, как определить цену объекта, как работать с продавцом для понижения цены 19 марта. Не пропустите, уже можно зарегистрироваться на сайте m2conf.ru. На этом я вступительную часть заканчиваю, и у нас сейчас небольшая разминочка с Феликсом. Слушай, как бы, да, кстати, к чему вопрос? У нас в субботу, то есть меньше, чем неделю назад, вот в соседней студии прошла ярмарка новостроек для потребителей. Если кто не знает, зайдите на канал М2ТВ, не на этом канале, не на «Люди не движемся», а на канале М2ТВ эта ярмарка прошла. У нас было четыре московских застройщика, которые входят в десятку крупнейших застройщиков Москвы, московского региона, и банк Сбер. Ну, еще был аналитик, но суть в чем? Я убеждаюсь, и еще на всех встречах, которые были до этого именно в рамках аудитории застройщиков, я убедился вот в чем, подслушал, подсмотрел, что почему застройщику выгодно продать значительную часть своего объекта, а может быть и всю некоторым, до момента, принятия в эксплуатацию. Ответ очень простой. Потому что, когда они продают до того, как дом имеет какие-то очертания, уж тем более внутрянка вся, они могут, ну, не то чтобы врать, но как бы они вот продают именно некую мечту, некого коня в вакууме сферического. А когда дом уже построен, сдан в эксплуатацию, и человек может заходить, им приходится работать совершенно с другими возражениями. Потому что человек уже говорит, ну, блин, вы там на картинках такое нарисовали, там у вас люди по газону зеленому ходят и парк, а я тут одну грязь вижу. Ну, вот это вся хрень. Поэтому застройщики очень сильно боятся этого момента перехода в эксплуатацию. Понимаешь, что там есть задержка. Мы были в отделе продаж одного из, видимо, этих застройщиков, в том числе, которые присутствовали. И один из вопросов был, а сколько сейчас объектов, которые построены уже, но пока еще не проданы. И там нам назвали какое-то количество, и когда мы спросили у сотрудников отдела продаж, ну, а почему вы как бы не продаете, они нам в открытую сказали, мы не очень это любим делать. Первое, туда надо ходить. Для начала. Потому что оно построено, люди физически хотят это посмотреть. Второе, это то, что ты сказал. Рендеры и красивые картинки зачастую отличаются от реальности. Третье, они докапываются к разным мелочам, сказал сотрудник отдела продаж. Тут обойки где-то там, так, здесь шовчик что-то там не то, да, и вот они как бы такие требовательные и ко всему докапываются. И последнее, их сложнее продавать, потому что они дороже, чем те, которые где-то там в вакууме находятся. Это ты как бы очень тонко подметил сейчас, что застройщик не умеет, не любит, ну, сотрудники, да, не умеют и не любят продавать готовое, им гораздо комфортнее продавать то, чего не существует. Хотя, логика подсказывает, что должно было бы быть наоборот. На самом деле, это подсказал очень хорошо на канале «Бизнес-сказки», на эфире для застройщиков. Сергей Лакженидов, ты его хорошо знаешь. Он так не то, чтобы макнул застройщиков, но им так на вид им поставил. То есть, он озвучил то, что все знают, но не озвучивают. Я за это, конечно, Сережу люблю. Слушай, ну, сегодня не у застройщиков-то, если так, мы это уже обсуждали с тобой, но у них сегодня нет такой проблемы, что сегодня 21 год продан, 22 год наполовину продан. Одна из тем, которые мы будем обсуждать на канале «Бизнес-сказки», нас смотрят в основном профессионалы, я думаю, тоже будет интересно, это то, что сейчас в Москве, как минимум, не знаю, как и в других регионах, разразились скандалы, когда компания выходит в продажу с каким-то проектом, потом выясняется, что заявок очень много, она отзывает, кстати, наша с тобой любимая, не будем ее озвучивать, это вот роман, вот, отзывает всю эту бронь, и происходит рестарт уже совершенно новыми ценами, потому что, ну вот как-то ошиблись, недооценили спрос. Ну и чтобы заработать побольше, выходит, что... Я почти уверен, что эта история сильно незаконная, потому что там в интернете, если сейчас посмотреть, все компании делают ошибки, и там в МВидео кто-то там купил телевизор, там, условно говоря, за 10 тысяч рублей, который стоит 100 тысяч рублей, ну, нолик один забыли написать, и они обязаны это поставить, они не могут сказать, ой, извините, мы вот ошиблись, давайте-ка мы переоценим, да, и люди реально получают этот товар. К сожалению, я это выяснял, и, кстати, это был мой первый плохой опыт в суде, давно-давно, когда я еще был вне недвижимости, что, оказывается, закон о правах потребителей очень слабо действует в недвижимости, и особенно в новостройках, а там он прямо вот в лоб. Как бы тяжело в это поверить. Потому что это долевое участие, понимаешь, это вот вообще-то не покупка квартиры. А, в этом смысле? Да, это твой, ты участвуешь в бизнесе, здесь закон о правах потребителей не действует, потому что ты не потребитель, ты соинвестор. И вот в этом беда, как бы, и там ты не притянешь людей, что называется, за... Да, вот, мало того, я знаю, что сейчас это к другому вопросу, но это обратная история, это я набрасываю, да, на тему новостроек, в том смысле, что в некоторых регионах, к сожалению, так получается, что губернатор или власть отзывает разрешение на строительство, где уже даже есть пример, где уже взято было 100 и скроу. То есть 100 и скроу, 100 покупателей заключили договора, они прошли все, что надо, деньги попали в крупнейший банк, нашей страны, кстати, его сервис Домклик является партнером нашего сегодняшнего эфира. То есть крупнейший банк Сбер, там были скроу-счета открыты, 100 компаний, насколько я знаю, может быть, это, конечно, фейк, но тем не менее, что Сбер придумывал, а как вернуть законно эти деньги теперь обратным вкладчикам. Ну, потому что губернатор взял и сказал, не, нифига, этого дома не будет. То есть с новостройками творится что-то сейчас невообразимое, и, конечно, растут цены как-то колоссально. То есть это что-то ненормальное. Не-не, почему? Я думаю, что это нормальное. Мы просто отвыкли чуть-чуть от этой истории. Это, по-моему, абсолютно нормально. У тебя просто экономика намного-намного уже обогнала цены на недвижимость, которые были. Если ты еще раз, да, давай вернемся. В 2008 год цена условного квадратного метра составляет 4 тысячи долларов в Москве, там, 3 тысячи долларов в Москве. А сегодня 2 с половиной, или там, 2. При том, что инфляция все эти годы, у тебя как бы рублевые нереальные доходы. Правда, в 2008 было 4 тысячи долларов? Да, посмотри историю долларовую. У тебя за это время рубль сколько раз обесценивался, у тебя физические доходы рублевые выросли, не покупательная способность. Зарплата была 100 тысяч рублей условного программиста, а сегодня это 200 тысяч рублей условного программиста. А цена осталась как бы 2014 года или 2015 года, ну, на конец 2020. Мой прогноз, это будет продолжать расти ближайшие 2-3 года. В рублях. В рублях. До тех пор, пока это не догонит ту покупательскую способность, которая, по идее, должна быть. А должна она быть очень простая. Минимум половина семейных доходов должна уходить в оплату ипотеки, так как это происходит во всем мире. То есть у тебя недвижимость является самым большим как бы платежом ежемесячного семейного бюджета. А сегодня это не половина. Сегодня это там 30 процентов, 40 процентов. Соответственно, у тебя есть запас роста на 20, 15, 20, может быть, 30 процентов в рублях, как в рублевом эквиваленте. Для инвесторов это все равно мало что помогает, потому что рубль обесценивается быстрее, девальвация происходит быстрее, чем. Но когда мы говорим с тобой про рублевые цены, номинальные цены, то они будут расти, и нет причин, почему они должны не расти. Но если учитывать текущую ситуацию, очевидно, что... Это уже признали все. И, кстати, сейчас проходила Российская строительная неделя. Странное мероприятие, но там было некоторое количество очень серьезных людей и застройщиков, которые действительно давали неплохую информацию. И, в частности, подтвердили в очередной раз, что благодаря, в плохом смысле этого слова, введению из кровосчетов, с рынка ушло несколько застройщиков. И возник дефицит, причем в два раза. Если сравнить количество предложений лотов, как бы в 2019 году и весной 2020, просто на год в два раза было падение по квадратным метрам, и нарастить этот объем стройки не получится за год. Конечно. И я так понимаю, и начало нового строительства намного меньше, чем это было в 2016, 2017, 2018 году. Это как бы еще один фактор, который добавляет к тому, что я сказал, что цена будет продолжать расти. Теперь можно сказать так. Окей, она будет расти на новостройке, а что со вторичкой? Она тоже будет расти однозначно, потому что у тебя в начале цепочки стоит человек с деньгами, к концу цепочки, и со вторички переезжают в новостройку. Если проследить судьбу денег внутри, как они переходят из рук в руки, то в начале деньги, в конце новостройка. Не в 100% случаев, но в 70% или в 60%. Но этого достаточно, то когда у тебя в конце цепочки новостройка подорожала, то вся цепочка начинает тоже дорожать с каким-то лагом временным, но тем не менее с определенной задержкой. И поэтому мой прогноз – не ждать падения цен на вторичку, не ждать падения цен на первичку. Вторичку покупать сейчас чуть выгоднее, чем новостройки, потому что у нее задержка по росту цены происходит. Хотя в Москве она уже иногда с опережающими темпами. Но тем не менее, логика рынка именно такая. То, что ты добавляешь, что количество объектов, вводимых в эксплуатацию меньше, количество лотов на продажу меньше, потому что выкупили. Количество новых начинающихся строек меньше. Ну, ребята, это же очевидно. То есть ты считаешь, если учитывать о ней историю... Может быть, чуть-чуть остудит. Уже говорят де-факто, как факт, что в июле не будет льготного финансирования Москва, Питер, Краснодар. Ну, его не будет, но понятно, что застройщики, получившие... Это вчера Дана Биульна сказала, что, скорее всего, льготное финансирование, льготная ипотека субсидирована останется только в 20 регионах. Я не понял, на самом деле, почему Башкирия, но, наверное, в Башкирии тоже есть проблемы со строительством. Из 85 наших субъектов, то есть это четверть, по большому счету. Это, может, чуть-чуть остудит эту историю. Есть информация, что застройщикам настолько понравилось так продавать, что они будут всеми силами компенсировать рост процентной ставки ипотеки какими-то своими акциями. Ну, как вот сейчас, 0,1% на первый год. Почему? Потому что человек, скорее всего, продаст свою вторичку за этот год и досрочно погасит. Ну, и так далее. Ну, не только. Они чуть-чуть как бы скинут 200 тысяч рублей. Это и есть та самая разница, которую ты получаешь от 1% на 5%. Ну, ты знаешь, вот как интересно, мне кажется, что психологически людей именно вот эта история с вот такой маленькой ставкой завела больше. Они не умеют считать. Они не могут посчитать, что платеж вырос. Не из-за этого. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что основной страх, который сидит в нас, ну, или один из основных страхов, который сидит в нас, это все-таки страх перед изменениями в будущем. Страх перед будущим. Страх перед неизвестностью. Что будет завтра? Что будет завтра с моей зарплатой? Что будет завтра с моей работой? И так далее, и так далее. И снижение процентной ставки, как бы этот страх чуть-чуть как бы гасит капельку. Потому что в будущем Мне не так Я не так рискую, например, потеряв работу Потому что платеж у меня намного меньше И я таксистом пойду подрабатывать И я все равно смогу эти обязательства Выполнять Поэтому люди Об этом в первую очередь думают Потому что процентная ставка Она не на сегодня Сегодня какая разница Она вопрос, а через 10 лет Потому что через год я вижу, что со мной будет И через 2 я могу более-менее предположить А через 5 Где мы окажемся через 5 лет С точки зрения экономики, доходов наших Качества нашей жизни Так вот Низкая процентная ставка Она минимизирует этот страх неизвестности В страх перед будущим Об этом речь Это не про сумму как таковую Это в чистом виде в голове психологии Это чистая психология Я согласен Давай про какой вопрос поговорим Смотри, новостройка Сейчас я себе подсказал Я, блин, пока ты говорил Забыл, да Бывает Смотри Да В нашем возрасте бывает Я в свое время Ну о том Я же знаю там О чем твоя презентация По крайней мере тезис Я в свое время Если говорить о боли и мечте Когда покупал квартиру Причем в новостройке Хотя изначально планировал на вторичке Основная боль, которая у меня была Мне нужно было освободить ту квартиру, в которой я жил И отдать ее бывшей жене Вот Мечты у меня не было Почему? Она была Ты просто не мог ее сформулировать То есть я готов был переехать ровно в такую же Просто в другом месте Но я немножко подумал о том, что Ну, блин, наверное, прям в однушку-то переезжать не надо Надо в двушку Ну, может, кабинет был Я тогда был холостой Кабинет что-то был И я искал двушку на вторичке Искал-искал Мне трижды возвращали аванс И тоже был рост цены И потом раз Меня вызывают риэлторы к себе И говорят Слушай, руководитель, да Говорит Слушай, а что ты ищешь на вторичке двушку? Ты рано или поздно женишься Появятся дети Да Давай ты будешь купить Вот всего чуть-чуть Там на 5 тысяч долларов На 10 тысяч долларов Было 30-40 тысяч долларов А ты купишь за 40 Но, блин, трешку в новостройке Зато никто тебе аванс не вернет И как бы фактически Мне риэлтор помог сформулировать мою мечту Да, это правда Это одна из самых важных функций Агента по недвижимости Помочь клиенту Это сформулировать И эту мечту Превратить В физическое Ее воплощение В виде квартиры Я тебе расскажу Короткую историю На этот счет Она как бы Я сейчас чуть-чуть Как бы сокращу эту историю Да, как бы по времени Но И она заключается в следующем Приходит девушка Около 20 Наверное 3-24 лет И говорит Я хочу Значит, моя цель Купить Как бы отдельную Однокомнатную квартиру Ты начинаешь слышать в ее словах Какие-то вот такие вот точечки Например, точечка Слово Отдельная Однокомнатная квартира И Я сейчас как бы Финал Да, как бы Результат разговора Примерно такой Да, она Она говорит Что Как бы Доверие Вот этого все Как бы было пройдено Да, как бы Это вторая или третья встреча С ней происходит И она начинает рассказывать И она рассказывает Такую историю Я единственный ребенок У папы С мамой А еще у меня есть Бабушка Дедушка А еще у меня есть Незамужняя тетя Так вот Представьте себе Я для них Для всех Единственный ребенок Они Я их очень люблю Я их обожаю Но они Вот где мне все Уже сия Они меня все Задрючили Поэтому И мы с ним обсуждаем Я говорю Поэтому Квартира вам нужна такая Что бабушка с дедушкой Не смогли в нее взобраться Без лифта Пятый этаж Понятно Да Значит Чтобы Родителям Негде было остаться Ночевать Разве что Только в ванны Их положить Везде колючая проволока Комна должна быть Маленькая Света в ней должно быть Немного Чтобы снаружи Все это У девушки Есть потребность Ну Мы будем об этом Говорить Давай я сейчас скажу Другое слово Я сейчас скажу Слово Свобода Да Но свобода Тоже Некая Не финальная точка Да Как бы У свободы Есть определенные характеристики А определенные параметры Но давайте скажем так Ее как бы Мечта Это свобода От тех Объятий В которых ее душит Ее семья И Отражение Недвижимости Которое ей предлагается Должно являться Ну вот Ну сама недвижимость Должно являться Отражением Этой мечты И это задача Агента по недвижимости И это то Что умели И умеют Делать Агенты поколения Даже нулевых Я уж не говорю Про 90-х У них как бы Есть некая Свобода И как будто Они не Зашорены И не находятся Вот в этих шорох Эксклюзивов Договоров Ответов на сомнения Они разговаривают С людьми Пытаясь понять А как выглядит Тот идеал В который человек Переедет Я почти уверен Что тот агент С которым ты разговаривал Он с тобой Об этом говорил Я могу предположить Какая у тебя На тот момент Была потребность Давай когда будет занятие Я тебе об этом скажу Оно это или нет Я это услышал В словах Которые ты произнес Ты сказал определенные слова Определенный набор слов Из которых я могу сделать Определенные выводы По комбинации Той мечты Которая на тот момент У тебя была Ты мне скажешь Так это или нет И получил ли ты Эту комбинацию Или нет Но вот эта история Ты точно подметил И ты есть Одна из главных задач Агента по недвижимости Как бы залезть В голову клиента Посмотреть что там Покопаться Разложить это на полочке Потому что клиент Сам не может этого сделать У него страхи У него опасения У него буревые эмоции В голове У него адреналиновый Шторм Да как бы В этот момент бушует Он не в состоянии Сам в этом разобраться Кто-то должен помочь Это сделать Отстраненно Достаточно холодно Ну дружелюбно Но я имею в виду Безэмоционально Не вовлекая эмоции Я представляю Тихона Шереметьева Тихон скажите пожалуйста Вот вы пользуетесь Энмаркетом Пользуюсь Энмаркетом А что это дает Энмаркет дает возможность Выбрать агенту объект По необходимым параметрам И зафиксировать Какой-то там Почему не проще Обратиться непосредственно К застройщику Если мы сравниваем Энмаркет и Работа напрямую Застройщиком для агента То во-первых Энмаркет агрегирует на себе Огромное количество Жилых комплексов Множество застройщиков И агент Особенно если он работает Частным образом Просто не имеет Физические возможности Во-первых Обеспечить себе Необходимое количество Контрактов напрямую С таким количеством застройщиков Во-вторых Удержать в голове Или в какой-то там Системе Как работать С каждым этим застройщиком Регламент Работы с каждым этим застройщиком И намного проще Быстрее И эффективнее Сделать это Через сервис бронирования Чем обращаться К застройщику напрямую Ну вот учтите Кто еще до сих пор Не пользовался И на самом деле Вот у меня вопрос К вам И ко всем Кто Я всегда этот вопрос задаю Ко всем Кто специализирует На новостройках Вот на ваш взгляд Что продавать проще Новостройки Или вторичку Конечно новостройки Проще Безусловно проще Почему Потому что Во-первых В новостройках Сам цикл сделки Короче Комиссия Получается Быстрее Агентом Чем на вторичке Но меньше Не всегда В зависимости от объекта И плюс Сама сделка Для агента И степень вовлеченности Агента в сделку Прям качественно Легче Чем При работе С вторичной недвижимостью А вот о том Что мы сегодня Будем говорить В мастер-классе О том о чем Мы начали говорить Уже с Феликсом Вот Мы по крайней мере Я не знаю как вы Считаете ли вы Что когда мы продаем Новостройку Мы все равно Продаем некую мечту И некий образ А не реальный объект В отличие от вторички Безусловно И я считаю Что вообще При продаже Особенно если это Опытный эксперт Который давно работает И хорошо понимает Продукт Который он продает Он в первую очередь Продает именно мечту А не конкретные Технические характеристики Объекта Которые Покупает клиент Ну хорошо А вот когда Вы Я знаю просто Что вы Обучаете еще Агентов работать Вы когда обучаете Тех кто Не работал С новостройками На чем Вы в первую очередь Делаете акцент Как работать Для того Чтобы продавать Новостройки Не обязательно Быть Суперэкспертом Во всех Прям тонкостях И нюансах Каждого объекта Каждого объекта Безусловно Потому что в Москве 700 жилых комплексов И около 100 застройщиков Ни один агент Не удержит в голове Точечную информацию По всем проектам Поэтому для того Чтобы продавать Новостройки Эффективно Достаточно Зачастую просто Иметь возможность Поддержать диалог И задать Несколько уточняющих Вопросов По каким-то Основным Запросам Недвижимости Для клиента То есть фактически Сузить вот эти 700 Какого-то Какие основные вопросы На самом деле Если Контакт уже установлен А зачастую Все что нужно продать При работе С покупателем Потенциальным Это свою экспертность Если клиент Доверяет тебе Как эксперту Если он видит В тебе эксперта То Вопрос Может быть один Попросить клиента Поподробнее Рассказать О недвижимости Которую он Подбирает И здесь Как раз Задача Опытного Риэлтора А опытных Риэлторов Опытных Продавцов Новостройок Не так много И здесь Можно сравнить Сравнить его С каким-то Коучем Или наставником Потому что Чтобы стать Коучем Или наставником Нужно какое-то Количество Несколько Десятков Тысяч Часов Потратить Задействованным В этой сфере Также и В продажах Новостройки Если ты эксперт Если ты Давно Занимаешься Этим бизнесом И понимаешь Боли и ценности И потребности Клиентов То Тебе достаточно Задать Один Уточняющий вопрос Попросить клиента Подробнее Рассказать О том Какую квартиру Он подбирает Для того Чтобы раскрыть Как вот в работе Коуча Так и в работе Риэлтора Раскрыть Мечту Потенциального Покупателя Раскрыть То, что он хочет И вот как сказал Феликс Систематизировать Это Разложить по полочкам И после этого Просто показать Вот то, что ты хочешь Поехали, посмотрим Он видит это вживую И совершается сделка То есть По сути Вопрос Который нужно задать Это Расскажите, пожалуйста Какую квартиру вы ищете Что для вас важно На что в первую очередь Будете смотреть Когда будете принимать решение Нравится или не нравится И клиент начинает рассказывать Ему важно Ну тут опять же Имеет значение Цель покупки Он покупает для того Чтобы самому жить Или для того, чтобы инвестировать Или для того, чтобы Кого-то из родственников Переселить И после этого Он начинает рассказывать Тут нужно просто уточнять Уходить в некоторые тонкости Раскрывать Вопрос Я понимаю, что не во всех городах У нас такое количество новостроек Но тем не менее Во многих В крупных городах Там жилые комплексы Исчисляются Десятками А может быть В Питере И Краснодаре Сотнями Вы рекомендуете Какую-то специализацию То есть Например Специализацию по районам Или по какому-то Классу жилья От такой до такой цены Или эксперту Лучше обладать Что называют Универсальностью Если это начинающий агент Который работает на вторичке Например И хочет Расширить Свой арсенал За счет привлечения новостроек То безусловно Ему нужно начать С какого-то конкретного сегмента Обычно это либо район Либо ценовой сегмент И в принципе Если Тут многое зависит от того Как конкретный агент Получает клиентов Если это реклама То понятно Что он может просто Таргетировать на Необходимый целевой запрос Если это клиенты По рекомендации То тогда ему нужно Общее знание рынка Понимать Там Вилку цен От До Каких-то Премиум сегментов Бизнес И стандарт эконом Понимать Какие Квартиры в каждом сегменте Какие комплексы В каждом сегменте Пользуются наибольшей популярностью Их основные плюсы Наверное так Сколько нужно Времени Вот вы сказали От старта Я начал заниматься Новостроеками Чтобы Ну более-менее Там не экспертом Крутым стать Сколько я должен Времени потратить В Москве Например Чтобы Ну более-менее Начинать продавать Уже новостройки И хотя бы как-то Ориентироваться Универсальное правило Это 30 встреч После 30 совершенных встреч С клиентами Агент уже начнет Уверенно чувствовать себя В этом рынке Не думать о том Какой вопрос задавать Следующий А отталкиваться От диалога Уводить клиента В нужную сторону И раскрывать Нужные потребности А с точки зрения Изучения рынка То есть я не знаю Насколько Этих туров По новостройкам Я должен съездить Чтобы вот узнать Более-менее Ассортимент Здесь надо просто Понять В каком сегменте Агенту интереснее работать И по-настоящему Хороших объектов Не так много Я думаю Что каждый эксперт С этим согласится Видео Конечно Ну Новостроек много Но Объектов На которые Идут клиенты массово Или объект Который можно клиенту Предложить И быть уверенным В том Что застройщик Выполнит свои обязательства Выдаст ключи в срок В том Что он не изменит Отделку фасадов Кардинально От того Что было указано В рендерах И при старте продаж В том Что отделка Будет выглядеть Так же Как и была В шоуруме Когда он приезжал На стройку Когда только Котлован копали На объекте Таких проектов Не так много И Если Агент Несколько месяцев Занимается этим бизнесом То он прекрасно понимает Что это за комплекс И в первую очередь Будет рекомендовать Их своим клиентам У нас есть там вопросы Какие-то? Нет У тебя есть вопрос? Я бы хотел Как бы тоже Несколько Комментариев сделать С одной стороны Я понимаю Что 700 Это много Но это вот Потом Как бы то Что обсуждали Что действительно Не такое большое количество По-настоящему И качественных И привлекательных С точки зрения Локаций Качества строительства Сроков И так далее И так далее Объектов А еще половина Не работает с агентами Вообще Ну это не вопрос Работают они с агентами Или нет Это вопрос того Что мы ищем решение Для клиента Окей То есть даже Даже если они работают Все равно Это не связанные Между собой Вещи напрямую Так вот Мое мнение Что все-таки Специалист Должен Дознать Эти объекты Достаточно Досконально Теперь Как их изучить Их можно Изучить Не заранее Что-то изучая А основываясь На тех вопросах И тех важных вещах Которые высказывают Тебе клиенты Ничего страшного нет В том чтобы сказать Окей Дай мне там полчаса Или дай мне пять минут Или дай мне день Для того чтобы Именно вот эту информацию Для тебя выяснить Точно как бы Не то что написано Где-то там В бумажках каких-то А по-настоящему Что там действительно Не знаю Толщина панели Вот такая вот Или там Качество отделки Вот такое Или используемые материалы В отделке Они вот такие То есть ты изучаешь Отталкиваясь От вопросов клиентов Это очень продуктивно Получается Почему? Потому что Ты не забиваешь себе Голову лишней информацией А при этом Ты хорошо это запоминаешь Почему? Потому что ты Этот вопрос Переадресовал кому-то У застройщика Выслушал ответ Переадресовал его клиенту И фактически Ты как бы его заучил Несколько раз повторив Окей? В отличие от того Научи кого-то Да совершенно верно Хочется выучить Объясни это кому-то Хочешь понять Разобраться Объясни это кому-то Соответственно Вот как бы Такой вот способ Он по-моему Наиболее комфортный Наиболее хороший И при этом Все-таки Знать это нужно На самом деле Я уловил мысль Но согласись Как бы Блин, ну это Сколько времени Надо потратить Чтобы знать Может быть Какие-то шпаргалки Можете предложить Не знаю Сколько времени Надо потратить Чтобы стать врачом Ай-яй-яй Врачом Это конкретно Это шесть лет Только минимум Это минимум Только это шесть лет Боря Это не три месяца Посидеть Как бы Позубрить За сколько ты проведешь Тридцать встреч с клиентами Я согласен с этой цифрой Полностью Сколько тебе на это надо Месяц Ну прежде чем провести Тебе сто встреч Тебе нужно еще изучить Потому что ты же не будешь Еще раз Ты будешь Отталкиваться У тебя есть какая-то Базовая картинка А дальше ты будешь Отталкиваться Уже от запросов Потребности То есть как бы По большому счету Я могу Там например Не знать объекты Или знать Ну например В своем районе Где я езжу На какую-то локацию Более-менее изучить На это Мне идет Ну день-два Максимум Например там Бутово Я вот в свое время Ездил И в принципе я понял Что за два дня Я более-менее Начну ориентироваться Там наберу эти прайс-листы Проспекты И так далее Окей Как бы дальше В зависимости от запроса Я уже реагирую Если запрос Ну совсем выходит За рамки Того что я знаю Я говорю Дайте мне день Я изучу И работаю по вопросу Не важно сейчас сколько Пять минут Окей Как бы А как в принципе Вот можно В случае взаимодействия На фоне Того что застройщики Сами пытаются Переманить Ну не переманить А просто Не работать Через агентов Как вот в этом смысле Конкурировать с ними Только Показывая свою экспертность Клиенту Если Клиент доверяет тебе Как эксперту То у него Не будет Необходимости Заходить на Сайты застройщиков Звонить напрямую Или там Лазить в Авито В поисках Какого-то объявления Потому что он понимает Что если агент Предложил ему Этот комплекс А не предложил Другое Значит есть Тому Причины Плюс Если контакт Хорошо установлен У агента С клиентом То Нет никаких проблем Для того чтобы Поинтересоваться У своего агента Что ты думаешь Насчет этого комплекса И здесь действительно Агент может взять Небольшую паузу Для того чтобы уточнить А так происходит В большинстве случаев Потому что мы не можем Знать все 700 комплексов Уточнить Понять основные Плюсы и минусы По тем маркерам Которые уже Давно известны Агенту Для того чтобы Как-то классифицировать Этот объект Понять чем он интересен Чем он не интересен И дальше вернуться К клиенту с обратной связью По поводу Вот этой экспертности Если Агент уже провел Какое-то необходимое Количество встреч И Понимает рынок То здесь Достаточно просто Встретиться с клиентом Расположить его к себе Показать ему Ну Приведем какой-то Например Условно Клиент хочет купить Однокомнатную квартиру С московской пропиской В Новой Москве Ему Ну либо там Рядом с Москвой Что в пешей доступности Было метро И Путем Каких-то там Дискуссий Пришли к тому Что посмотреть Лучи Потому что это запад Это нормальная экология Это не так далеко От Москвы Там есть метро В пешей доступности И в принципе Все устраивает Монолитный дом Надежный застройщик И тут он говорит А вот Есть еще Гоголь парк Как-то так называется Недалеко от Некрасовки Или саму Некрасовку Например начинает смотреть Или то, что вокруг Некрасовки И ты ему можешь сказать Я прекрасно понимаю Причину По которой вы смотрите Эти квартиры Но Те полтора Два миллиона рублей Которые вы сейчас Сэкономите Они будут обусловлены тем Что территория Комплекса Которые вы смотрите Им можно рассказать Дальше про эту территорию Как она стала Новой Москвой Что там до этого находилось Как они Занимались очисткой грунта На всей этой территории Что они рассказывают Что есть на самом деле И после этого Клиент Пять минут Выслушав эти аргументы Понимает Да, хорошо Я готов Мне это не интересно Давай поедем на запад Смотреть Можно здесь сказать То же самое Что во вторичке Что все недостатки Как правило Отражены в цене И наоборот Если что-то дешевле То есть смысл подумать Что почему Вот это там Условно говоря Совсем недалеко Но он там На миллион дешевле Бывает Значит какой-то недостаток есть Бывает недостаток Но бывает Какая-то неизвестность Вот с чего Началась эта передача Как бы страх Как осмысление Неизвестности в будущем То есть например Есть застройщик Который пришел в Москву С первым проектом Он раньше не строил В Москве и Московской области Он строил В Сибири И тут он начинает Строить проект С бизнес-класса Рядом с Садовым кольцом Естественно Люди не доверяют Этому застройщику Там нет эскроу-счетов Они не понимают Будут ли выполнены Обязательства в срок Поэтому застройщик Понимая Все будущие возражения И опасения клиентов Формирует Ценообразование Соответствующим образом И поэтому У этого застройщика К моменту Передачи госкомиссии Ни одной квартиры В наличии не остается В продаже Хорошая история Хороший пример А есть что-то еще дополнить Вот именно в рамках Идеальный ответ Да я вот тоже Смотрю Что так достаточно полно Мы тему Раскачиваем А если говорить Опять же О работе с клиентом Вот Например Если я захожу И хочу купить автомобиль Есть там Автору И там есть функция Сравнить Я выбрал там одну модель Нажал кнопочку Выбрал другую модель Нажал кнопочку Ну естественно Обычно они в одном ценовом сегменте Потому что нет смысла сравнивать Там машины слишком разные И вот выбрал из разных Из разных этих Я не знаю Есть ли там В эндмаркете Такой сервис Но если есть Он рано или поздно Появится Но в любом случае Это все-таки Какая-то такая Автоматическая история Вот является ли эксперт Вот таким вот сервисом сравнения Например в локации Да Я глубоко убежден Что Риэлтор Опытный риэлтор Никогда Ну по крайней мере В ближайшем будущем Не может быть Заменен какой-то программой Или какой-то функцией Потому что Все вот эти сервисы Они идут По-моему Смирнова Я недавно прочитал На фейсбуке Как раз об этом писал По-моему он Я не уверен Что При фамилии Смирнов Мы с тобой возбудились Да-да Где-то на фейсбуке Прочитал В ленте новостей Что Сервисы Агрегаторы Сервисы подбора Найди сам И купи сам Они как раз Обусловлены Необходимостью Сделать максимально Дешевый Офер А если мы говорим О подборе Новостройки А это либо Бизнес-проект Инвестиционный Либо это Покупка Мечты О чем мы уже говорили То есть Клиент хочет купить квартиру Семья хочет купить квартиру Жить там Воспитывать детей И все что вокруг этого строится Здесь нельзя Опереться на какие-то Технические характеристики В приложении мобильном И нельзя сравнить По параметрам Комплекс с хорошей экологией Рекой И удаленностью От шумной дороги И комплекс Который находится В окружении Старых панельных домов В не самом благополучном районе Ну то есть По цене-то Они будут примерно Соизмеримы И по удаленности От метро Там можно это посчитать Но Так же как и на вторичке Опытный риэлтор Знает В каком подъезде Живут алкаши Где Это да Точно так же И в новостройках То есть здесь Экспертное мнение Оно дорогого стоит И поэтому Все равно Любой сервис Который может сравнивать По техническим параметрам Не может Конкурировать С экспертом Который хорошо понимает Локацию Хорошо понимает Ценовой сегмент Хорошо понимает Возможно будущую Какую-то Инвестиционную Привлекательность Этого проекта Ну или этот сервис Должен быть Это похоже на твой пример Который ты привел Что точно так же Несмотря на то Что технические Характеристики Автомобили Тебе выпали Но без эксперта Который тебе скажет Вот это ломается Вот это не ломается Вот здесь хороший сервис Вот здесь плохой сервис Здесь дешевый сервис Здесь дорогой сервис Тебе будет тяжеловато Принять решение Ну да Хорошо По техническим Вертикану Вот так По цене На самом деле Мне понравился Пример с рекой Потому что Например Вроде бы я Не первый год Что называется В недвижимости Но недавно И наверное Интуитивно Я это понимал Почему меня тянет К жилым комплексам Рядом с рекой Но недавно Мне буквально Сказали Так это же означает То что Здесь ничего не построят Как минимум Я правда добавил Как минимум Ближайшие 50 лет Потому что хрен его знает Закатают в трубу Матку рекой И возведут Потому что земли Будет совсем мало Но по крайней мере 50 лет Как бы этого не будет А у меня ровно такой случай Я когда покупал Я покупал последний этаж Я люблю жить высоко 17 этаж У меня видно было МГУ Мой любимый университет И все было хорошо Но спустя там 6-7 лет Построили еще больше дом И как бы у меня И битцевский парк Уже не видно здесь дом И сюда не видно Но единственное Напротив С другой стороны Если у меня там Трешка распашонка С другой стороны Ничего не построили Потому что там школа старая Вот школу не снесли Как бы она есть Как бы и слава богу Вот И конечно же Вот этот фактор Который Наверное Не очевиден Для обычного потребителя О нем Его и должен озвучивать Каким-то образом Не знаю Визуализировать Материализировать Агент Если Я кстати Вот первый вопрос Который вам задал По поводу того Что легче Что сложнее Я например Очень хорошо знаком С Александром Дердияченко Вы же знаете Единое окно новостроек В Петербурге Есть такое Агентство недвижимости Мы с ним делали материал И так вот Он реально доказывает Что продавать Новостройки сложнее Именно потому Что нужно Очень много знать Потому что Ты такая уже Ходячая машина У тебя другой стиль Ты не можешь Рассчитывать Вот я иногда Молодушничаю И не готовлюсь К вот таким передачам С Феликсом Я знаю Я правда Иногда это Изначает То что Я не успеваю Просто У меня слишком много Других каких-то дел Я просто не успел Обычно эти передачи Проходят чуть-чуть хуже Я это чувствую Я это знаю Но При этом я знаю Что если подготовлюсь Хорошо То будьте хорошо Здесь то же самое Есть конечно Вариант Вот как вы предложили Ну не надо знать Все 700 новостроек Но можно же Очень хорошо ориентироваться Ну по крайней мере Не знаю 100-то уж точно знать Со временем Так и будет Со временем Как реакции На вопросы клиентов Да Вопросы клиентов Уточнение у застройщиков И Ну тут Даже когда агент Выучит все эти 100 новостроек Если он Хочет развиваться На этом рынке И дальше То через полтора-два года Эти 100 новостроек Уйдут в вторичку И перейдут в зону ответственности Других агентов А придут новые Объекты Которые тоже Нужно будет Узять Но здесь Как раз таки Вот Для опытного Агента Который занимается Новостройками Не составляет Большой трудности Понять комплекс По там Трем-четырем-пяти вопросам Застройщику Или Залезть в какой-то Телеграм-канал Почитать какие-то Инсайты Новости Про этот комплекс И таким образом Со временем Накопительный эффект Коллеги У меня Вам Радикальное Предложение У нас Следующая тема Которая заявлена 9 апреля Она там тоже Про новостройки С Феликсом Но мы с Феликсом И судили У нас есть предложение Поменять нам спикера И 9 апреля Сделать С Тихоном Передачу Как раз Мне кажется Что тема Какие пять вопросов Нужно задать Застройщику Чтобы понять Это будет хорошая тема Если вам нравится Такая тема Пожалуйста Поставьте Плюсики И e-mail И мы вам пришлем Приглашение Если вы не регистрировались На сегодняшний эфир Если регистрировались Напомню Что мы всем Участникам Которые зарегистрировались На эфир Присылаем И презентацию Мастер-класс И естественно Всевозможные ссылки У меня Вот какой вопрос Когда Ну там По поводу экспертности Мы уже несколько раз Слышали Что это нужно Я теперь понял Почему в Питере Например Или в Краснодаре А уж тем более в Сочи Многие риэлторы Ломанулись Просто снимать Видеообзоры Новостроек Мы в семнадцатом году Их сняли Штук семьдесят Причем в Питере много В Уфе В Краснодаре Но поняли Две вещи Первое Конечно Это видео Ну условно Краткосрочные Они быстро умирают Если там нет Экспертизы по району То есть если Экспертиза по району А в том числе Мы рассказываем Про новостройки Немножко дольше живет Но если это просто Вот за моей спиной Стоит ЖК Там ромашка Он такой хороший Притом за спиной Там забор Вот И как бы Вот такой-то он хороший Такие-то цены Вот такие-то планировки И как бы Вот такая-то локация Столько-то до метров Он там парк Он там школ И так далее Вот И второй момент По которому Я сейчас не очень рекомендую Делать обзор новостройок Связанный Вот с такой Псевдоэкспертностью Это то, что Я помогал коллегам Нашим Двум Нашим друзьям Из Петербурга Проанализировать Их ютуб-канал И До какого-то уровня Они доросли А потом я увидел Следующую историю В комментариях Ну потому что Риалтор же хочет Даже подсознательно Если он не сильно Как бы рекламирует Но тем не менее Рассказывая обзор новостройку Он там говорит Ну здесь 15 минут до метро На самом деле 15 минут до метро Это надо очень быстро бежать И там в комментариях Начинается Да что ты здесь Да то что ты это И получается И получается что Я рассказывая Или продавая новостройку Отвечая Своей репутацией За некого Застройщика За некоторый объект Ну как бы Свою репутацию Немножечко Теряю И с этой точки зрения Я знаю Многих риалторов Вот таких вот Как бы Ярых вторичников Которые говорят Слушайте Я вторичку проверил Я там Как смог Все риски Приблизительно Исследовал Рассказал О них Возможному клиенту И как бы Моя душа спокойна А новостройка Я отвечаю за застройщика Вот не происходит ли здесь Вот это вот Риска для риалтора Своего профессионального Риска репутационного Безусловно происходит Если Агент Не так хорошо Разбирается в рынке И советует Своему Потенциальному покупателю Объект За который он не готов Отвечать головой То Здесь Безусловно Он рискует Своей репутацией Но на самом деле Наверное Выходом Как раз таки И является Постоянно Повышать свою Компетентность И Предлагать только Тех застройщиков По которым Можно Запросить Ту же самую Статистику Показать ее клиенту Показать реализованные Проекты Сроки сдачи Тех реализованных Проектов И Выбирать тех Застройщиков Которые Выполняют свои Обязательства В срок И выдают ключи Раньше Это если Мы говорим О Переносе Сроков Например Или Каких-то там Возможных Проблемах Со стройкой Но ведь Есть же И другие Примеры Когда Экспертность Агента Позволяет Своему клиенту Сэкономить денег Или Сэкономил Заработал Именно в таких Проектах Где будут Проблемы Со стройкой Но они Точно будут Решены Потому что Застройщик Большой Финансовая Возможность Завершить Проект Есть Но будет Небольшой Перенос Сроков Из-за этого Ценообразование Как бы Отобразится И поэтому Какому-то Инвестору Или Потенциальному Клиенту Который хочет Просто сэкономить Денег Или у него нет Возможности Заплатить Больше Он может Предложить Именно такой Проект Но заранее Оговорив Что здесь Такие-то Варианты Развития Событий Возможны И мы на этом Сейчас Сыграем Для того Чтобы сэкономить Ну хорошо Ну понятно Как бы Мы сэкономим Кстати Вот у меня Складывается Ощущение Феликс Что ты не очень Любишь новостройки Это правда? Знаешь Я должен признаться Что я вообще Саму недвижимость Не очень люблю А я людей Вот наоборот Мне интересны люди Мне интересны Их истории Мне интересно Чего они хотят Мне интересно От чего они сбегают То есть Вот Люди Человеки Это то Что в недвижимости Интересно А кирпичи Это лоу-тек Это вот Лоу-тек Оф-де-лоу-тек Это как бы Для тех Кто английский Не учил Переведи Таджики на стройках Это не хай-тек Это не как бы Высокий Таджики в кавычках Мы никого не унижаем Я понимаю Ну что обсуждать Эти стены Обои Плитки Ну что Хорошо А ты не боишься Репутацию Продавая новостройку И отчасти В конце концов У нас есть история Крупнейших застройщиков СУ-155 Урбангрупп Мортон Да Морт за Мортона Достроил пик Как бы Была та история Про которую СУ-155 достроил Да Спустя 20 лет Еще до сих пор В Домодедово Достраивают Ну достроят же Через 20 лет Либо подешаг Сдохнет Либо подешаг Зато они Вместо того Чтобы жить В 20-летней квартире Они теперь будут жить Совсем новой Понятно Да Поэтому Здесь Как бы Две стороны Смотри Еще раз Это правда Что это Это репутационный риск Но В этом смысле До введения Эскроу В большинстве случаев Я прям Чуть ли не Как бы Пытался подписать Клиента Под декларацией Что он берет Всю ответственность На себя И он признает Что Получилось Декларацию подписать Бывало Не часто Но бывало Но Я сейчас шучу Про декларацию Про подпись Но это проговаривалось Несколько раз Что Мы должны понимать Юридические последствия Своих действий Но Ведь История Эскроу Эскроу Это же американское слово Это же Англицизм Это же Не русское слово Соответственно Вот эта история Где банк Является Гарантом Сохранности Денег И перечисление Этих денег Застройщику В зависимости От этапа строительства Как бы Там кстати Это сделано не так Как это сделано В России Что застройщик Все деньги Получит После того Как Финализируется стройка Он получает Частями Когда он закрывает Процентов Сейчас уже об этом Рассказываю Потому что Это реально Проблема для стройки Ну естественно Это глупость Ну например Во Франции Просто мы Я очень хорошо помню Ту передачу Которую мы снимались В нашем году В Думе Когда только обсуждалось Возможность введения Эскроу-счетов Я первый раз Это слово услышал Там было очень много Уважаемых людей И как раз говорили Что например Во Франции Там и поэтапные Вложения денег Со стороны покупателя Ты не можешь заплатить Сразу 100% Ты вкладываешь 30 Потом и счет Это как раз на счете Я скажу Просто это списывается С этого счета И у тебя получается Что у тебя Остаток на твоем счету Соответствует Той сумме Не достроя И если застройщик Что случилось Развалился Ушел Но сумма-то Вот это и есть Как бы на продолжение Это очень хорошо Сейчас видно В индивидуальном Жилищном строительстве Там пытаются Ипотеку ввести Ну да Это сложная история Потому что это все-таки Совершенно верно Но это как раз Документарно Очень сложная история Для физического лица Индивидуального строителя Так вот С введением Этой системы Рисков ноль Ну то есть Окей Они есть по качеству Но нет риска Потери денег Потери собственности И так далее И так далее Нет риска Что это будет достраиваться Через 20 лет Если застройщик Участвует Если это Эскроу счета Ну как при соблюдении Всех законных Условий Для этого Я бы знаете Еще вернулся К аналогии С автомобильным рынком И если Агент Который подбирает Своему потенциальному Покупателю Новостройку Рискует своей репутацией То можно сравнить Его с Агентом Или С сервисом По рекомендации Или каким-то там Товарищем Который Рекомендует Своему потенциальному Покупателю Автомобиль с пробегом Он точно так же Рискует своей репутацией Но у него есть Определенные Навыки Знания И уверенность В том что Конкретный автомобиль Будет ему Служить И не подведет Точно так же Опытный агент Который хорошо Понимает рынок Который знает Застройщиков Может Соизмеримо С высокой долей Вероятности Порекомендовать Своему клиенту Тот комплекс Который будет Достроен в срок И проблем С репутацией Не случится Кстати К вопросу Рекомендации А вот Как быть С такой дилеммой У меня просто На самом деле Несколько вопросов Которые вылезли За рамки Сегодняшней передачи Я нашим зрителям Скажу Что у нас В 16.00 Сегодня будет Передача Посвященная Для руководителя Посвященная Вопросу А как организовать У себя Внутри компании Вот это направление Работы с новостройками Отдел Департамент Не знаю Одного человека Взять Если у вас Небольшое агентство Мы это будем Обсуждать В 16.00 И в этом смысле У меня Есть ряд вопросов Уже появился В частности Это вопрос Переуступки Потому что По сути дела Мы же все равно Продаем новостройку Да Ну просто На этапе Почти готовом Но это тоже Все-таки Еще не вторичка Хотя ее Можно там Как-то назвать Это вопросы Связанные Дериватив Чего? Опять ты Блин с этими словами Экскроу Дериватив Вот И Да И мне Кажется Что Вот эта Сама сфера Продажи Новостроек Она В некотором смысле Более динамична Я о чем Имею ввиду Ну во-первых Мне кажется Такого количества Переуступок Которого будет В ближайшее время Не было Давно Это первое Второе Мне кажется Будет очень много Залоговых квартир В новостройках То есть Когда ты должен Вынимать Из-под ипотеки Потому что Люди нахватались Сейчас этой Субсидированной ипотеки И банкиры И банкиры Уже Маленькие Банки Ну не наши Первые Которые Работают На потоке А именно Вот В 20 банках Топ-20 Которые На ипотеке Специализируются Они уже Готовят продукты И технологии Как работать С залоговыми Квартирами Потому что Уже есть готовые Решения Да И потому что Вот эту тему Они уже ожидают Они прогнозируют Что народ начнет Выходить Из ипотеки В другую ипотеку И так далее Так вот И каких-то Элементов Технологичных Может там появиться Ну какое-то Некое множество При этом Как мне кажется Вторичка Она вот Ну такая Как бы Классическая Вот там Ну вряд ли Что-то поменяется И в этом смысле Мне кажется Что этот Как его Риэлтор Продающий Новостройки Он покошен Такого советского Бухгалтера Не советского Российского Бухгалтера Когда Некоторые законы Принимаются Задним числом И ты должен их знать Потому что В противном случае Ты фиговый бухгалтер Я просто очень хорошо помню Как ко мне У меня финансовый директор Проводя собеседование С новыми бухгалтерами Написал на бумажке Новый финансовый директор Я удивился Три вопроса И отдал Эчару Эчар директору Говорит Ну ты вот Задавай вопрос Пусть он пишет Я говорю Что все Понимаешь Это вопросы Связанные с тем Что произошло В этом месяце Законодательство Изменилось С налогами С всеми другими делами Если он не может Внятно Четко ответить На каждый из вопросов А там вопрос Ответ короткий А начинает писать Я там Ну как это Дайте мне час Я ознакомлюсь Ну значит Как бы он Не знает периодики Вот здесь то же самое Мне кажется Агент должен быть В отличие от агента На вторичке Он должен быть Более гибким Более динамичным Более таким вот Ну как бы Таким другим Потому что Раз поменялось Блин у нас залоги пошли Раз переуступка пошла Снизили комиссию застройщики Сейчас я знаю Что многие снижают Вот И в этом смысле Как вы реагируете Ну например Работали вы застройщики Все было хорошо Вот у вас Локация Район Один застройщик Не работает с агентами Вообще Второй застройщик Платит небольшую комиссию А третий застройщик Платит нормальную комиссию Вот как вы между ними Выбираете С кем работать Какой объект показывать Здесь Здесь в начале Про динамику Действительно Агент Который работает На рынке новостроек Он должен Быть более динамичным Постоянно Обновлять Актуализировать Знания По рынку По ставкам Которые платят Застройщики По ипотеке По акциям Которые постоянно Выходят у застройщиков Там действительно Огромное количество Информации Которую нужно Прям ежедневно Мониторить Еженедельно Ежемесячно И постоянно Эти знания Актуализировать И мы, кстати Этим и занимаемся Мы делаем Новостные рассылки Постоянно Обновляем информацию Встречаемся Онлайн Оффлайн Именно для того Чтобы агенты Постоянно были В курсе новых Тех же самых Объемов продаж Стартов продаж Новых комплексов Или если Какой-то Застройщик Перестал платить Комиссию Но Это Напрямую Конвертируется В количество денег Потому что Продавать новостройку Ведь Быстрее И Степень вовлеченности Агента Как мы вначале говорили Она меньше Чем во вторичке Поэтому Если агент Постоянно Динамично Развивается На рынке новостроек То Количество сделок Которые он проводит Ежемесячно Будет больше Чем у вторичника Потому что Ну просто Времени Объем Это будет занимать Меньший Это что касается Вот Динамики И По поводу вопроса Как мы выбираем Партнера И Кому мы поведем Конечно Выбор Он Исходит Из того Как Выстроишь Диалог с клиентом И Какие ценности Какие потребности У каждого клиента В приоритете Но Если мы выбираем Между комплексом Который платит Комиссию большую Платит комиссию маленькую Или не платит Комиссию вообще Бывают такие случаи Когда Важнее Не заработать Комиссию сейчас У застройщика Но заработать Кредит доверия От клиента Который потом Продаст вторую Третью Четвертую квартиру Будет инвестировать И с ним ты заработаешь Намного больше Бывают такие случаи Когда мы продаем Я сам Недавно провел Такую сделку Я продал квартиру В комплексе Не получив комиссию Потому что я понимаю Что это инвестор И Очень скоро У меня будет Еще несколько сделок С этим человеком И там я точно заработаю Какой риск Вдруг он Не знаю К другому агенту уйдет Ну это же бизнес Да Это бизнес Это вот тот самый Предпринимательство Про которое всегда Говорит Феликс Почему У тех агентств Которые Считают Что риэлтор Это сотрудник Немножко Какая-то Ну другая позиция Это про другие агентства Может быть вообще не про агентства Про какой-то другой формат Но у нас Действительно Речь идет о предпринимательстве Я просто вспоминаю Как в Краснодаре Застройщики Может быть сейчас Ситуация изменилась Но тогда они просто бились Я даю 2,5% А я 2,7% Тут же это отвечает А я 3% Ну в одной локации В одном районе Там строят В ГРМе Например В ГМРе Вот Гидрострой А я там 3% А я там 3,5% И вот эта битва процентов При этом Одинаковые почти продукты Ну прям Почти Почти одинаковые Прям вот друг напротив друга Дома стоят И почти похожие Все квартиры И вот эта битва Комиссии Она конечно была За агентов Очень сильно Потому что Краснодаре агенты Агенты активно продают Новостройки И вот Как бы Многие обвиняли Многие застройщики Обвиняли агентов Что вот он пойдет туда Где больше комиссии И вот Для потребителя Конечно Вот эти подобные обвинения Ну Не в тему И как удержаться От жадности Я не знаю Если честно То есть мы конечно Тут лозунги такие говорим Но Все-таки Жадность Она такая Хорошее чувство В этом смысле Может сюда пришли За бизнесом Деньги зарабатывать На самом деле Неприятно Когда агентов Осуждает В том что Или ну Просто говорят Что агенты Поведут туда Где больше комиссии Потому что я По опыту Управления Агентскими продажами У девелопера Могу сказать Что размер комиссии Это Не самая большая Составляющая В привлекательности Застройщика Для агента Есть Например Регламент По рекламе На который Агенты Которые про бизнес Смотрят В приоритете Возможность Давать рекламу Возможность Рекламироваться Таи условия На которых Это можно делать Это тоже очень важно Или В целом Отношение застройщика К агентам Как он относится К ним Как Я барин А ты агент Или он Хочет вместе Развиваться Развивать своего агента И делать так Чтобы он продавал больше Увеличивал долю Своих продажей Как раз Девеллент Это такой застройщик То есть Размер комиссии Это важная составляющая Скорость прохождения Сделки Срок выплаты Этой комиссии Кто-то через два месяца Тебе заплатит А кто-то на следующий день Легкость продажи Самого объекта Там где тебе нужно Уговаривать И расписывать Преимущества А бэк офис И так далее В том числе Бэк офис Отдел продаж Тебе легко привести Клиентов В отдел продаж И там есть что показать Его забронить Показать Дальше там Какую-то вот эту работу Очень техническую Выполнит Бэк офис застройщика Поможет дожать А мне Мне не надо этим заниматься И кстати Я почему упомянул DevelopmentU Потому что Основатель И директор Этой компании Если Не врут слухи Как-то сказал Что построить Может любой дурак Ты попробуй продать Хотя конечно Тут С точки Я думаю Что это относится К любому продукту Вот Чем бы ни занимался Неважно Массажем Или строительством домов Все равно В рамках Открытой экономики Или там Условно открытой Основа Это то Как ты умеешь Продавать свои услуги Умеешь продавать Значит как бы Любые твои знания Навыки Они так или иначе Монетизируются Не умеешь Ну вот как бы Тогда К сожалению Ты теоретик Как в этом На первом канале Была такая Умники умницы Идите в теоретики А тут вы какие-то Агонисты Короче Названия какие-то Жуткие были Вот Спасибо большое Если есть что-то добавить И посоветовать Вот именно по теме Как продать мечту Нашим зрителям Пожалуйста Буквально в трех словах Будьте экспертами Повышайте свои компетенции Постоянно развивайтесь Следите за новостями Конечно Встречайтесь больше С клиентами По телефону Можно бесконечно общаться Можно скидывать Подборки В вечность Можно скинуть клиенту Все 700 жилых комплексов И каждую квартиру Но продажа будет Только после того Как вы привезете его Навстречу Во-первых После продажи Себя как эксперта Во-вторых После правильно Выявленной потребности А правильно выявленная потребность Она зачастую Отсекает Ненужные возражения И конечно После встречи После того Как клиент увидит И визуализирует Какую-то часть Своей мечты Которую он Озвучил Спасибо большое На самом деле Я абсолютно согласен Спасибо Тихон вам У нас сейчас будет Небольшая Небольшая вставка А именно Участник одного Из наших коллоквиума Нинель Ханджина Рассказывала Как раз О том Как продавать новостройки Поскольку у нее Такая универсальная Специализация Она продает И вторичку И новостройки И в принципе И опыт Тоже заслуживает Внимание Поэтому Посмотрите Твой взгляд Все-таки Как Вот у нас Один из тезисов Это Мы говорим о том Что в принципе Новостройка Это продажа Некой Такой Виртуальной Виртуальной Истории Вот В чем Особенность По ощущениям Еще не знаю Технологии Когда ты этим занимаешь Четко человек Приходит Мне нужна Новостройка Давайте Теперь только Выберем Какой Ну Слава Богу Век высоких Технологий Сейчас Очень много Интересных Предложений От застройщиков Они все делают 3D Туры 3D Визуализацию Снимают Панораму То есть В принципе Даже сидя В офисе Или дома Можно зайти В квартиру Понравившуюся Выбрать Вид из окна В стороны света И прочие моменты Ну практически Побывать В той квартире Которая построится Да Здесь должно быть Хорошо развито Воображение Но опять же Технологии Все Улучшаются И поэтому Знаешь Есть такое Понятие Ожидаемое И действительное Ожидание И факт Часто У застройщиков На картинках На рендерах Присутствуют Одни картинки Причем Даже это В элитном классе А по факту Потом Ну или Немножко другое Или серьезно другое Вот Есть у вас Я знаю Действующих агентов Понимание Что вот этот застройщик Там сильно врет В рендерах Этот Более-менее Так же и строит А этот Вообще вот четко Ну поэтому И удобнее Приехать на Похожий объект Того застройщика Да Они часто Очень повторяются Да Несмотря на то Что каждый год Концепция меняется Улучшается Там Совершенствуется Но все равно Похожее Что там будет Да Прочувствовать Можно Я кстати Буквально Вчера Прочувствовал Такой элемент Я проезжал Мимо одного Большого Комплекса Который Строит Пик Ну там Прямо Комплекс На своей территории И смотрю Дом Похожий На общежитие Строится Что за хрень Что это Выглядит Так стремно А потом Подъезжаю Я понимаю Что они Просто Эти коробочки Еще не добавили То есть Без коробочек Он выглядит Вообще Дико То есть Просто Фасад С окнами А коробочки Добавляю И там Красивенько Становится Вот Тогда Вот Да 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 Мой Элемент Архитектуры Есть такая Поговорка Дураку Пол работы Не показывает Ну да У меня Просто Всегда Был Критерий Поскольку Критерий Когда ты Видишь Общежитие Это Помещение Без балконов Бум У них Фасад Потом Начинается Много Света Во всех Комнатах Одинаковые Шторы И так далее Или отсутствие Штор Вот значит Общание Вот здесь Тоже У меня Было Впечатление Но потом Я понял В чем Фишка А если Говорить О том Что Новостройка По большому счету Для очень Многих Покупателей Это все Таки Объект Либо Инвестиций Либо Сохранения День Сильный Рост Доходности Капитализации Не сильный Это уже Другой Вопрос Но тем Не менее Вот скажи Пожалуйста А какую Роль В работе С таким Клиентом Занимает Вот возможность Как-то Прогнозировать Доходность Не с точки Зрения Что мы будем сдавать В аренду За 30 тысяч Или за 40 Потому что в среднем Понятно Хотя это тоже важно А с точки зрения А вот сколько Эта недвижимость Будет стоить Через 2 года Когда дом достроится Вот это вы знаете? В большинстве Проектов Мы знаем Ведем аналитику Есть Как раз Есть объекты Которые для инвестиций Они не всегда То что Хотят купить Для жизни Где мы точно знаем Какой будет прирост Есть объекты Которые просто В этом году Точнее В прошлом году Стартовали Да Мы знаем До старта продаж Что тоже важно То есть Простой клиент Обыватель Он этой информацией Не владеет Соответственно После старта продаж Ты забронировал Объект И еще На этот момент Там эта бронь По-моему стоит Порядка 10 тысяч рублей И далее Уже когда стартует То есть Она уже цена Поднимется То есть Ты еще ничего не сделал Потратил только 10 тысяч рублей Свое немножечко время Не решил даже Купить Не купить Но ты уже заработал Была позиция такая Я вообще никогда Не предлагаю новостройки Дабы Вот эту репутацию Не дай бог Не рухнула Из-за застройщика Моя Потому что я тут На рынке работаю давно И так далее Вот на твой взгляд Все-таки Есть сейчас Риски При работе с новостройкой Вот такие репутационные Раньше моя любимая фраза Была Что новостройка Это всегда риск Но риск Может быть оправдан В Москве Так уж сложилось Исторически Что все новостройки Достраивают Но с новыми законами То есть В любом случае Достроят Сроки могут сдвинуться Но в любом случае Получают новую квартиру По интересной цене И иногда Вот эти Моменты Щепетильные Они будут Оправданы Деньгами Я рекомендую Застройщиков Проверенных Мы консультируемся С юристами А преимущества Проверенных кем? Ты когда говоришь Проверенные Репутация на рынке Она все равно есть И агенты По недвижимости Они знают все равно Больше Чем простой обыватель Который там смотрит Ну слушай Репутация урбана Была неплохая И у морда И мы уже где-то за год Готов был как За год Ну Они стали задерживать Выплаты Примерно Комиссионных Разнаграждений На 2-3 месяца Сначала И это был уже Такой звоночек Прям сигнал Очень хороший И мы понимали Что рекомендовать Дальше эту компанию Бессмысленно Причем они зашли С большой рекламой Там нового проекта Не продав Другую Да И понимали Что они очень много Вкладываются в рекламу И при этом Ну на что строить Дальше Вот Поэтому мы понимали Что он Скорее всего Куда-нибудь придет И об этом Мы тоже предупреждали Клиентов Соответственно Те клиенты Которые купили Все-таки Урбан Предупрежденные О рисках Они вернулись Потом к нам И Ну как бы Нас не били А наоборот Были благодарны То что Зря мы вас не послушали Поэтому здесь Что значит Вернулись Если они там Уже деньги положили Им вернули деньги Им вернули деньги Да Через какое-то время Да Благодаря Вот нашему Закону Да То есть Деньги Через какой-то Период времени Можно вернуть Круто Сегодняшними партнерами Являются Компания Девелопмент Застройщик Федеральный Которая строит Краснодар Ростов Астрахани Владивосток И Перми Это еще Компания Энмаркет Которая Сервис бронежной Новостройки Если вы не знаете И хотите Хотя бы Притронуться К теме Продажи Новостройок То как минимум Зарегистрируйтесь На этом Портале Посмотрите Что они предлагают В разных регионах Нашей страны Можно продавать Находясь у себя Где-то там Далеко Продавать Москву Питер Краснодар Сочи И так далее Ну и Соответственно Наш бессменный Партнер Думклик Отсбер Я уже про это Говорил и Феликс И конечно же Конференция Робконф От Залтора24 Все ссылки Естественно В описании Смотрите Переходите Регистрируйтесь И так далее Спасибо всем Ждем вас Через час В 14.00 А так же В следующую пятницу И в среду Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...